дорогие друзья наконец-то хорошая погода и можно выбраться на шашлыки к майским праздникам самое то я сегодня расскажу вам пока у меня разгорается тут уголечки и дровишки расскажу как сделать шашлык из индейки потому что не часто я вижу людей которые говорят да я с удовольствием мем шашлык из индейки но вы просто вы многого не знаете многого не пробовали опять же я хочу отойти от стереотипов и сделать некие такие авторские варианты поэтому смотрите для начала пока у нас там происходит разгорание нужно сделать вообще прежде чем жарить шашлык нужно сделать масло вот здесь у меня кусок сливочного масла с деревьев падают ветки иголки ничего страшного добавляю сюда растительное но моем случае это кукурузная может быть любое просто я какое было под рукой дома то схватил и помчал в лес один к одному делаем примерно кукурузная плюс сливочная или подсолнечная плюс сливочная можно оливковая плюс сливочная общем любое растительное чеснок прям вот таким образом режем как попало бросаем что шелухой что без шелухи не важно можно давить просто стол у меня такой походный слишком сильно на него давить нельзя не выдерживает психологического давления в общем сюда чеснока побольше обязательно черный перец в моем случае смесь перцев щепотку соли и ставим на огонь пусть нагревается главное следите чтобы тарелка не перевернулась если хотите подстраховаться чтобы у вас тарелка вдруг ни с того ни с сего не упал не упала положите два шампура и уже на них ставьте тарелку все тогда у вас точно там где-то веточки подгорят чуть-чуть вниз все сядет тарелочкой останется стоять на шампурах у меня есть бедро индейки бедро индейки гораздо вкуснее чем грудка хотя многие используют грудку не знаю почему для шашлыка она подойдет идеально смотрите самое главное нарезать индейку как можно мельче не нужно делать шашлык по-карски как вы можете в ростове встретить там вообще меньше чем наверное вот такой кусок никто и не жарит там прям настоящими мощными кусками все это насаживается на шампуры и отправляется на костер но в смысле на угли значит я предпочитаю делать шашлык мелкими кусочками не всегда но из индейки как раз самое то потому что мясо у птицы мягкая ему не нужно долго жарится его нужно пожарить как можно быстрее вот но чтобы она прожарилась за короткое время оно должно быть нарезано мелкими кусками пленочки лишние всякие убираем откладываем так масло мне закипело как только масло нагрелось чеснок отдал весь свой аромат ведь она закипает его нужно сразу же убрать опа убрать и оставить чтобы она остывала и впитывала все ароматы помимо всего прочего мне еще понадобится здесь курдюк я купил небольшой кусочек режу его совсем малюсенькими усманчиками вот такими вот посмотрите об кусочек индейки кусочек курдюка видите какого размера небольшого значит кто любит курдюк его потом можно будет съесть кто курдюк не любит может отдать его тому кто любит его жареным с костра именно жир от курдюка сделает индейку чуть сочнее и придаст ей определенный аромат такой своеобразный вы знаете что турецкая шаурма готовится из телятины которая слоями перекладывается курдючным жиром именно поэтому никто не может догадаться что это за мясо слой телятины слой курдючного жира слой телятины слой курдючного жира и когда он расплавляется в тоненько все это нарезается мы не замечаем его там но мясо становится очень интересным по вкусу солим мясо обязательно обильно потому что мариноваться будет быстро и вся соль внутрь и не проникнет обязательно сюда добавляем у меня есть вот такая вот сухая аджика е-мое сухая аджика здесь небольшое количество соли учитывайте это при выборе приправ смотрите что там соль была если она там есть то тогда солите меньше если там нет значит солите больше дальше обязательно пару зубчиков чеснока я практически во все маринады к шашлыкам кладу чеснок ну вот мне так нравится и я делюсь этим с вами кто не любит чеснок маринадах кому не нравится тут может не использовать но я вас уверяю что чеснок всегда дает очень хороший вкус нарезаем его такими долечками всего два зубчика чеснока у меня небольшое количество мяса здесь это пола полкило обязательно половинку луковицы без лука и какой маринад лук содержит кислоты которые помогают сделать мясо вкуснее любое птицу в том числе так половинка лука и самый главный ингредиент смотрите это гранатовый сок маринад будет включать в себя гранатовый сок в нем достаточное количество кислоты и сладости для того чтобы сделать мясо индейки более мягким и более вкусным волшебная перчаточка в лесу как вы понимаете не очень удобно там мыть руки поэтому для того чтобы они у нас чуть не забыл как же мы без черного перца черный перец обязательно или мельница сколько у меня 4 перца это обязательно без этого никуда и один лавровый листочек давайте сюда на всякий случай закинем все теперь все это выминаем так чтобы у нас индейка впиталась смотрите она сразу становится такой красненькой красный от гранатового сока гранатовый сок я купил на рынке попросил мне выжать его вы можете это сделать дома сами это великолепно друзья пробуем на соль я всегда облизываю палец я знаю что многие скажут что это плохо что сырое мясо нельзя облизывать мы повара так часто делаем и слава богу все хорошо значит обязательно чуть чуток чуток масла растительного совсем немножко для того чтобы ускорялся процесс приготовления когда она у нас будет на углях все такой маринад индейку в таком маринаде нужно оставить буквально на 10 минут то есть пока тут все это хлебушек лавашек маслица как раз она у вас за это время приготовиться не надо и мариновать там ночь сутки она будет хороша и через 10 минут как только он промариновался соответственно нанизываем его на шампур смотрите какие бы куски у вас не были длинные короткие всегда их собирайте в одну точку и старайтесь компоновать так чтобы у вас ничего не болталось курдючок раз вот так потом можно смотрите по волокнам против волокон не имеет никакого значения кто-то может быть исследование проводил что вот так жарится лучше безусловно опирайтесь на научные знания я опираюсь на опыт и считаю что очень хорошо садится шашлык в разных направлениях главное еще раз повторюсь чтобы он лежал ровно смотреть чтобы со всех сторон он был ровненький чтобы ничего не торчало иначе углы которые торчат будут обгорать курдюк в итоге как шкварки конечно едят я например лично не люблю его есть но знаю кучу друзей которая например когда плов готовят и выжаривают курдюк курдючный жир они потом с удовольствием его просто солят и с луком едят вот это то же самое здесь можно делать смотрите в итоге должен получиться красивый ровненький шампур с индейкой да я получила здесь у меня к два кусочка два кусочка здесь между ними курдюк если курдюка хотите побольше можно через каждый кусок но тут не принципиально теперь отправляем его на мангал вот так вот александр заходи смотри поворачивая его иногда чтобы он равномерно прожариваться у нас сегодня супер мангальщик александр будет помогать мне давай я пока еще один супер шашлык будет правильно ну что процесс у нас идет активный здесь нужно конечно следить за углями угли только-только начались но видите некоторые жир конечно немножко капает и загорается на углях поэтому нужно вертеть да и вообще я считаю что вертеть шашлык нужно постоянно для того чтобы он равномерно прогревался кто-то говорит нет надо с одной стороны чтобы там корка появилась уже чтобы чуть ли не сгоревший потом перевернуть его один раз и все тут безусловно у каждого свой опыт я также представляю себе как готовится мясо на сковороде считаю что нужно его переворачивать несколько раз несколько раз все время шашлык гигантский будет безусловно даже александр от правильно говорит нужно постоянно вертеть чтобы ничего не подгорало посмотрите от жира жир растекается по индейке и она становится влажной но помимо всего прочего для чего я делал масло для того чтобы чесночным ароматным маслом еще параллельно смазывать шашлык да правильно от хорошего масла никогда и когда-то конечно масло капает вниз и немного подгорает ничего страшного мы следим иногда оставшиеся или подгоревшие специи я всегда на на бок ставлю и вот так вот стряхиваю для того чтобы ничего лишнего у нас там на шашлыке не горела то же самое делаю с другими о ну как александр еще и ты копченый будешь заодно да короче самое главное следить за огнем если его слишком много вертите чаще если его мало но тут верти не верти он будет конечно очень медленно готовится огня должна быть должно быть достаточно его не должно быть мало индейка маленький кусочек мясо нежное жарится быстро следите за этим смотри какой шашлык у нас александр получился вот тебе первый кусок на пробу от меня вам задание хорошо и вкусно провести майские праздники ну и конечно же на пробу не знаю как тебе по моему великолепно как шоколадка отлично мы все поняли вот